всем привет ну что сама цель сама от себя не ожидала что целую неделю смогу не снимать на youtube на самом деле толком и снимать то нечего было вот погода была не актив вот но и да я сама не ожидала от того что будет такой наплыв заказов в общем мы в правильном месте с правильными людьми мне очень помогли местные девчонки они разослали приглашение по всем группам вот и у нас практически практически мужская с первого дня начались хорошие заказы но было одно но к чему были очень не готовы это тому чтобы принимать людей потому что люди хотят померить так как у нас товар в наличии соответственно конечно же люди хотят померить а у нас кавардак мы же блин ничего не делали ничего не клеили ну в общем я говорю славно стыдно как бы в таких условиях людей как бы до принимать такое ощущение что у нас не товары в наличии да а товары был секонд-хенд какой-то в общем мы быстро быстро со славой из бани вот так где у нас баня потом покажу короче полностью все вычищали вымывали потом еще мыть 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 короче по спаски 2 все гардины чтобы людям допасать зеркала вот сейчас слова там начертил уже себе план какие-то можно стеллажи полки все такое чтобы развесить товар чтобы товар был весь там вот чтобы люди могли заходить и нормально как бы померить посмотреть 200 ватт ну что часто найти приезжают один костюм померять а забирают совершенно другое выбирают абсолютно третье вот так что да я очень благодарна девчонкам честно я даже не ожидала вот я думала что я как и в сочи буду развивать очень долго потому что в сочи я тоже занималась товарами но там все приходилось ну более сложно конечно вообще не так вот сейчас вышло три дня не были мы на огороде вообще потому что нас льют такие дожди что он тут нечего делать даже не выползти но вот сейчас я зашла вот есть конечно печальные истории о них наверное мы помолчим вот но есть и хорошие новости сегодня мы уже ели салат из со своих огурцов помидор еще конечно нет огурцы есть кабачки я уже не знаю куда их девать вот единственное что мне не понравились клуб круглые кабачки сегодня я уже не успела вам заснять завтра думаю что буду срывать и обязательно вам покажу вот так что вот такие вот дела надеюсь и сейчас мы выровнялись и будем нормально снимать вот на сегодня заказала 30 килограмм огурцов я не думала что их так будет много мужчина написал что привезу от одной коробки а когда мы начали спрашивать сколько же в одной коробке оказывается 30 килограмм не знаю надо ли нам столько я славе еще не говорила об этом вот ну ладно закроем вот огурцы по 40 рублей вот я говорю и не морочится потому что мы не садили много огурцов и вряд ли у нас получится что-то закрывать а вот так что вот такие вот дела закрою я хочу и в кетчупе закрыть и все я думаю что слава мне поможет и мы закроем а помидорами я надеюсь что мы обойдемся ну хотя я сомневаюсь что мы обойдемся так как мы их едим мы каждый день сейчас сходим покупаем полтора два килограмма помидор потому что у нас сейчас прям помидорный рай вот так что такие вот дела куры наши больше не ходят а вот собаки ну наконец-то приехали хозяева и у нас теперь тишина но у нас теперь мышка страдает за ним потому что она привыкла и она хочет с ним поиграться ладно тут конечно корову вот сегодня искала искала на что такие маленькие думал ой сорву это что там было люди другого брать что это а это воробей а почему он ходит прыгает уже как я испугалась ты чего в огурцах то делал дурень уже думала я этот лягушка ли кто-то в общем сегодня лазила думаю хоть в мирославке найти вот и и это срывала совсем для маленький таки а потом как нашла но уже прям хорошие огурцы есть вот еще малыши конечно вот так что огурцы там уже пошли видите вот спасибо кто подсказал мне что не обязательно их оказывается подвязывать все прекрасно растет огурчиков очень много вот именно для еды нам хватит в голову вот вот лежит огурчик так что все это у нас арбузики посмотрим что из них вырастет посмотрим вот как вы смотрите красавчик вот сегодня я его пропустила вот так что уже нормально уже можно собирать вот лишь говорю но закрывать мы все-таки решили купить я решила слава еще не оповестила но гурцы не очень любит я говорю ты любишь не очень а вот еще один я сегодня уже собирала просто я не все прошла слышала что мирославка плакал и ушла так а это что у нас крупный вид подрастет на сегодня нам там хватит не очень покупные так это как-то так залез и на него оборву тоже ладно вот так вот три штучки пока хватит пойдемте с вами на эти еще один ладно ладно пусть наливаются но я и сильно переносать не хочу давать вот ну 30 килограмм конечно я психо ну ладно 40 рублей это чё у нас вот 8200 вот уже спеют наши штучки эти девочки не помню как они называются у нас на украине это все называли абрикосом здесь как-то по-другому нас же что вы же уже не помню в общем вот этот вкус мне не очень нравится это здесь такие круглые а нет не этот круглый вот полный круглый ну я вам потом покажу вот вот это тащи сегодня оставила пусть наливаются то я же говорю мы не успеваем несмотря на то что мишель оладьи кушает с них мы так делаем клубника уже тоже есть опять это второй раз она пошла нужно ее конечно собрать прийти в общем с этими дождями трава растет ну просто жесть вообще сейчас поду на ту сторону я вот там где тыквы вообще не было уже на неделю говорю я вообще с этими дождями вот я тьме не вообще пожелтел уже его в принципе можно было бы уже перепахать ну вот наша вторая картошка я немножко здесь вот с краю прошла себе слава дальше говорит сам не это сам не вылезла и туда уж это морковка на счету свекла но говорю хотя бы это есть укроп сейчас если закрывать можно все заросло говорю сплошным полем так все красиво было когда маленькая а теперь эти тыквы все просто полем я даже не знаю как туда зайти посмотреть да по-моему я в грядку вступила короче я не знаю там и фасоли все посмотрите что творится наверно так близко не надо садить может быть дальше или так много не надо ниже всего было мало я же собиралась курей кормить мирослава всего-всего-всего хотела много вот кукурузка тоже здесь уже нормально так что я хотел я хотел еще шелковица немножко заморозить мирославчик у я не знаю успеем ли мы что-то заморозить вообще что как-то нами так противно здесь как-то на рынке так все красиво продается когда на дереве смотришь кита не все с гусеницами с гусеницами с этими это жучки и там все тут не знаю нужна она нам вообще какая-то она неблагополучная я говорю лучше вы старая хозяйка бы вырубала бы шелковицу если честно оставила бы нам яблоки и вишни вот сколько абрикос падает ну что ветер был очень сильно чем она вот это вот нам оставила шелковица убрала яблони убрала вишней что мы вышли на на прогулку посмотреть окрестности честно отойдем сейчас все рассматриваем достопримечательности прошли завод чего соков да вот да вот соков еще чего то ну в общем мирослав нас вытащил на улице поднял кипиш что ему не хочется быть дома вообще мы ничего не хочется поэтому мы решили выйти я говорю я так фасады посмотрела крыши порассматривала теплица и все остальное ягод насколько я вот ходила мы по этой улице ни разу не ходили очень много я смотрю вот дикой алычи то что да вот здесь вот алыча очень много орехов грецких очень много прям и все эти колоса вишни да и вишни много вот так что если ты мирославчик мы выйдем из лишь как он у людей все подвязано вячеслав посмотри образцовые какие-то живут образцовываем карьерным просто наверно не первый год изменить ну да кстати вышли мирослав пока спа мы вышли на огород немножко тоже там посмотрели свои эти я говорю сейчас уже какой день дождь мы туда не выходим сегодня мы обалдеть я достала бурьян такой уже выше выше чем поясами да я говорю слав такой бурьян уже можно говорю вырывать смеюсь но он смеялся что я мелко и рву год пусть он вырастет нормально раз выйти все потому-то оно да несколько раз вырывать они мелко еще как раз вырастают и тут одним одним выстрелом хотел ну теперь короче там надо выходить я говорю завтра вот если все хорошо вот туда ну пойдем на поле ну да туда туда куда-нибудь мирославчик ну покажи мирослав сынок ты вытащил гулять все зубатик вытащил гулять дома огурцы ждут огурцы мы не будем закрывать сегодня потому что я купила крышки купила уксус и все остальное соль но я не купила машинку закатывать губа закаточный надо еще надо начать с губа закатать закаточную купила да губа закаточную нет в общем я не нашла я уже поздно пошла он там до трех часов и короче на завтра так что завтра с утра мы на правку надо вообще посмотреть какие есть современные штуки закрывать и банок у нас есть одна ночь то свет это хотела берет умеешь спрашивать у меня закатывать он же нужно подкручивать подтягивать моё дом доможек но я вспомнила 80 это может девяносто я говорю нас просто папа это всегда делать но я помню что у нас папа всегда делал я говорю как ты мама там всегда там что-то накладывала папа всегда закручивал только он не но я такой помню что я тоже по моему ну так очень-очень смутно память у меня где-то есть там есть минус что если пережимаешь может лопнуть банк вот а сейчас уже какие-то современные ну вот есть такая сверху знаю у нас было но мне тоже там нужно чтобы она была правильно настроена иначе она не дожимать может у нас у бабушки было я помню ну ладно посмотрим сейчас полазим может на зоне но нам некогда и заказывает однозначно закупить ну что огурцы уже дома на кухне стоит целая банановая коробка так что их нужно закрыть и забыть а уж помидоры планируем конечно закрывать свои просто огурцов то у нас всего там полу до максимум 10 кустов я не думаю что у нас будет столько огурцов чтобы их закрывать кабачки планирую закрыть немножко кстати слава хочет закрыть кабачки с лимоном да да типа типа варенье да я же я чурюсь и не ну да варенье мне раньше нравилось ну попробуем ну а ну как варенье она назовешь варенье какой-то десерт такой но не совсем этот полноценный как варенье так вот я варенье но интересно мне нравилось там на хлебушек да и так вообще просто ну в общем посмотрим думаю что кабачки и помидоры точно свои будут перец сегодня я досадила вот тоже мирослава стояла с папой мангал распаливать ужин был на мангале от вячеслава называют а я быстренько посадила перец кстати у меня выжили баклажаны нас ветер дует вы выжили баклажаны на которые вообще никаких самок не делал вот и перец и весь посадила рассаду короче в этом году я никакую не покупала хотя планировала перец покупать нет какой вырос такой вырос все посмотрим понятно что он должен быть уже больше но я думаю что все это впереди мы успеем так что вот так зато покажу уже помидоры то что там по подвязываю уже абрикос у нас вот 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 будет абрикос нам конечно достался очень классно да мне нравится не крупный прям такой вообще так пойдешь это может болото где не спишь мирослав из жопки небо снимаю так ну ладно поснимающиеся интересно ходить смотреть окрестности да ну что пришли уже домой а снял один носочек а ну-ка стой я надеваю ты опять на мышкина наезжаешь стой все нужно на него рычит потому что он вчера на нее наехал она лежала и никого не трогала да чудик бегом 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 нам еще целый час до отбоя будем мы не знаем чем заняться вот решили в ходу не поставить дом его вообще не выносим обернет вообще да я вот половину все для закрыла на половину так и есть ой не знаю когда я виновну сколько и не нужно у меня уже 11 вам нет ни зачем столько-то я думала баночек 15 все больше мне не надо на землю мирослав это же чудо-чудо чудо чудное мирослав мы до винограда вообще доживем или нет пойдем желательно даже надо наверное завтра вытащили кресло у нас кстати такое кресло купили за 400 рублей и спрашивали есть ли пара если было бы пара не буду гораздо дороже бы можно было продать а мы не знали что у нас есть еще одну а сейчас даже не знаю где в комментариях найти в сообщениях точнее вытащили его нас окажется еще одна из мы приехали забрали бы 300 рублей а парень занимался перетяжка мебели именно старинной ему такой нравится в общем вот у меня уже какая тут луна русал тут прям классный уже можно уже срезать вот и этот кучерявица детский тоже уже готов но думаю на все это срежу уже нормально вкусно вкусно дай ой хулиганистый ой хулиганистый ребенок это сама заказали это не росла чудик